Привет, дружочки-пирожочки, с вами товарищ Сафронов, и сегодня я хочу вам показать, что я нашёл на озоне среди хаги-ваги штук всяких. Необычных, странных, может быть вы что-то видели, что-то нет, но я сегодня буду вам показывать и говорить, что почём, и так далее. Итак, начнём с того, что, ну наверняка многие видели, но я хотел себе, тут два в одном. Это осьминожка-перевёртыш и хаги-ваги, сразу два в одном. Там 399 рублей он стоил на озоне, ну их так много, много там разных, короче, есть там от 300 рублей. Просто этот был быстрее доставки, я его переплатил. Во, такой вот, значит, это у нас киси-ми-си хаги-ваги, вот такой вот, и не знаю, кого больше любите, киси-ми-си или хаги-ваги. Если вы просто любите эту тему, то не забывайте 1000 лайков, и мы продолжаем тему обзора, вот по вашей теме, всяких игрушек, штук находим, находочки показываю вам, делюсь с вами. Вот, тогда от вас 1000 лайков. Короче, это у нас киси-ми-си, вот с такой вот улыбочкой. Мы просто вот взяли эту форму осьминожки и на неё нанесли вот эти зубы, глаза, они никак-то не вышиты, просто картинка. Но выглядит прикольно. Если мы посмотрим снизу, то... Как странно. Если мы посмотрим снизу, то мы увидим тут, так сказать, частичку хаги-ваги. И если мы вывернем, я так понимаю, особенно вот это вот. Так. Думаю, что такие игрушки очень популярны у мальчиков лет 14. Вот, короче, у нас вот такая вот история у нас. Такой хаги-ваги, почему он осьминог, ну, неважно. Впрочем, стал 300-400 рублей за игрушку-вертушку. Киси-миси, чик, и хаги-ваги. Хотелось бы, чтобы эти штуки были, они тут вышиты, но они напечатаны. Не знаю, насколько они долговечны, через сколько сотрутся. Но, в общем, тут получается и осьминог, и ваш хаги-ваги, любимый или нелюбимый, не знаю какой. Дальше. Нашел... Еще вот такую вот киси-миси за 250 рублей. Что я считаю, дорого. Ну, ладно. Она уже пованивает. Хотя в пакетике. 250 рублей. Причем, видел, дороже за 400. Ну, типа, вот, еще. Вот такая вот. Ох, почему-то ее пытались ароматизатором каким-то, и теперь воняет, как обычно. И ароматизатором, и токсичными отходами, из которых она сделана. Короче, такая шерстка у нее. Вот, резиновые ножки и... Резиновая хаги. Миси-киси. Что за игрушки такие странноватые, да, все? Киси-киси с дыркой во рту. Зачем у нее эта дырка во рту? Чтобы что? Зачем и почему у нее дырка во рту? Это киси-миси еще главное, да? Ну, в общем, что это у нас, значит... Что это какие-то странные... О, надо вот так. Киси-миси вылезает из кальмара. Ой, еще, наверное... Это же должен быть кальмар по игре в кальмара. Ну, в общем, она не просто так, на самом деле, с дыркой во рту. Нет, так просто. Потому что тут могла быть дырочка на голове, где угодно, потому что это игрушка. Пищалка. Миси-киси страдает от ваших объятий. От ваших обжиманий. Поздравляю, вы нашли промокод на скидку в 300 баллов на первый заказ на Озон. Или доступ к специальным распродажам с дополнительными скидками. На ютубе во вкладке сообщества есть список этих скидок. Там можно найти такую штучку или вот такое. Добавил до подборку игрушек для детей, даже немного для взрослых. Чтобы ничего не упустить, прямо сейчас введите по ссылке в описании промокод Озон6К6А2А. Если вы все равно делаете заказы на Озон, введите его в качестве поддержки моего канала. Чекайте списки, получайте скидки. Еще не забыли? Озон6К6А2А. Так, я понял, этот звук напоминает. Этот звук напоминает курицу. Курицу, помните, такая типа курица резиновая есть? В общем, кисимиси получается у нас курица. О, у нас здесь все это здесь расходится. Кисимиси, курица. Такая история. А кальмар, я понял, это, короче, кисимиси и кальмар, который не определился. Ну, она же девочка, а это мальчик, очень удобно в современной повесточке. Типа того, что... Так, вы кто сегодня? Я сегодня кисимиси, а завтра я хаги-ваги, а сегодня я кисимиси. Федор Петрович, вы же директор завода, что происходит? Ну, в общем, все люди подвержены вот такому. Эта игрушка учит толерантности. Что сегодня ты можешь быть розовой кисимиси, завтра ты можешь быть синим, голубым хаги-ваги, все что угодно. А эта нетолерантная, здесь у нас у кисимиси дыра во рту, и вообще она издает звук курицы. Ну, что она, курица? А тогда какой должен звук у хаги-ваги? Петушка быть? Кокурику. Так, дальше мы продолжаем. Есть у меня еще одна интересная вещь, которая, типа, была... Ну, то есть она, наверное, как бы немало денег стоит за такую безделушку, вот, но выглядит вот так, смотрите. Это прям какие-то крафтовые значки, деревянный значок, хаги-ваги, пепперпин. У них полно всяких значков, я так понимаю, это вообще чуваки, которые занимаются чем-то таким, тоже на озоне. Но я в этих значках не очень понимаю, вижу их много в магазине, но не от них вообще-таки деревянные значки. Но можно симпатичный деревянный значок, типа, куда-нибудь на рюкзак, пепперпин. Что там? Иногда в маленьких деталях вся суть. Деревянный значок. Подложка у них, скорее всего, одинаковая, а вот персонажи могут быть разные. В данном случае, видите, носите с удовольствием. Какие они модные, какой-то концепт. Смотрите, что это тут еще там, наклейки или что-то, переводилки. Йоу. Короче, я к тому, что стоит этот деревянный значок 150 рублей. С одной стороны, скажем, дорого. С другой стороны, вы посмотрите в книжном каком-нибудь магазине или магазине сувениров, сколько эти деревянные значки стоят, по идее. Не знаю. Аккуратненько сделано. Пахнет деревом, прикольно. Здесь вот даже, видите, залачено. И здесь хаги-ваги. Оригинальный принт, причем рисунок, возможно, нарисовали сами. Возможно. Под хайп, конечно, но есть у меня подозрение, что могли нарисовать сами. Я такое изображение не встречал. Прям один в один, чтобы, видите, он такой полупрофилем. Немножечко как будто. И довольно классно. Хорошее нанесение. Ну, я не знаю, что это наклейка или как. Но на ощупь приятная такая. Фактура чувствуется. Классная. И тут, смотрите, что-то еще сюда положили. На сети с удовольствием. Ну, прикольно, они сделали как будто роспись. А тут вот плюс 5 в карму за отзыв. В АК. Это так далее. Что такое плюс 5 к карме? Плюс 5 чего? А, просто, типа. А это, я так понимаю, наклеечки в подарок. Да. По всей видимости, это наклеечки. Либо это переводилки, либо татушки, либо это что? Нет, это наклейки чистой воды. Воу, это прикольно. А они не комплектные. Они к хаги-маги никак не относятся. Это просто, видите, в упаковку. Они крутые. Крутая реализация упаковки. То есть, здесь все совместили. Ничего не могу сказать. Удивительно, что значок меня порадовал больше, чем целые большие игрушки. Лисичка, это и так далее. И значок приятный. Такой бы я, в общем, рекомендовал. Со значком разобрались. Он прикольный, он классный. Хаги-маги, все дела. Так, была бы... Звучала бы вообще как рекламная интеграция. Так и типа... А хорошая была бы рекламная интеграция. Занесите мне чумодан денег, чуваки, если у вас их много. Так, дальше. И что у нас есть еще? Еще есть одна антистресс-штуковина. Вот такая вот. Вот такая вот. Помните, я вам показывал антистресс-саму, которая жует жвачку? Ну что ж. Хаги-ваги уже не последний киси-миси, а маленький, жирненький хаги-ваги. Посмотрите, какой он милашка. У него короткие ножки, короткие ручки. Ути-пути какой-то смешной чувачок. Вот. А снизу у него, правда, белая блемба какая-то. Не знаю, что это. А вот тут у него жвачка, и он ее жует. Если мы на нее нажимаем. Прикольные игрушки. Мне нравятся эти игрушки. Мне и совушка тогда нравилась. Вот. Хаги-ваги тоже прикольно. То есть, если у нас, видите, киси-миси. То этот жует жвачку. Это кричит курицей, а этот жует жвачку. Типа семья. Это семейная пара такая. Они сидят такие, смотрят телевизор. Значит, этот какой-нибудь сериал. Любовная любовь 17. И она такая там. А, это комедий, уральские пельмени, смотрит. А она такая катается, от смеха уже не может. А этот жует жвачку, сидит. У него, смотрите, даже, видите, руки на пузе, как у Гены Букина почти. Были бы штаны, наверное, были бы в штанах такие. Вот такая вот у нас семья Хаги-ваги с жвачкой и дырой во рту. Странно. Что странно, да? Согласитесь? Надо на превью это разместить. Семья Хаги-ваги. Ладно. А тут у нас дальше еще есть одна вещица, которая тоже, я сейчас смотрю, кто-то приспособился. Вот же умеют люди зарабатывать. Смотрите. Хоба. Смотрите. Хоба. Смотрите. Хоба-боба. Сейчас покажу, что это такое. Если, может, прочитали уже, или я там название в описании добавил, не знаю. Короче. У меня не открывается. Это, а, что ты сказал, жующую жвачку чел стоит. Стоит жующую жвачку чел. 350 рублей. Почему-то за жвачку дороже, чем. Хотя резина там меньше. Но это, видимо, рандомная цена, просто какая-то случайная. А вот это, друзья мои, кто-то, смотрите, подсуетился. Тоже молодцы какие. Хвалю. Бизнес. Молодцы. И сделали. Естественно, никаких авторских прав. Ничего. Ну, молодцы. Почему бы и нет? Знаете, эти авторские права. Они сделали раскраску Хаги-Ваги с нарисованным. Причём здесь изображение из Friday Night Funkin. Вот этого Хаги. Ну, Поппи Плейтайм, наверное, отрисовали всё-таки. А здесь у нас... О! Смотрите, реально. Это же просто все возможные арты с Хаги-Ваги. Вам ничего не видно. Все возможные арты с Хаги-Ваги. Вот так. Вот так. Такие вот у нас дела. Такие дела. Вот. Давайте я буду показывать. Покажу вам не всё. Короче, реально раскраска. Я думал, что это обман может какой-нибудь. Посмотрите, сколько здесь листов. Вы просто посмотрите, сколько здесь листов. Это реально раскрашивать и раскрашивать. Ну, как бы, что тут раскрашивать? Но... Причём такая раскраска, знаете, для самых маленьких. Кто это делал? Дело вот у нас, наверное, должны были успеть, нет? Ничего тут. Ни типографии, ничего не написано. Ни тираж. Раскраска для мальчиков и девочек. Ни производитель. Ничего нету. Вот. Ну, то есть, никакой информации, кто это делает. Но быстро, оперативно сделали. Класс. Всё. Хаги-ваги раскраска. Вот такая вот у нас история. Значки, раскраски, эти стрессы. Хаги-ваги уже есть. Всякие непонятные вывертушки и так далее. Вот такая подборочка. Если вам понравилось, ставьте лайк. Продолжайте смотреть. И буду показывать вам ещё всякие интересности. На этом всё. Пока. Пока. Смотрите по скриптам. Я понял, почему-то этот дороже стоит. Я начал его уже, типа, убирать. Бросил его. И вдруг... Сейчас. У него сирена в голове. Я не знаю, почему это ещё более странно. Почему это решение показалось им верным. Но вот такое вот. То есть, тут всё возможно. Тут надувает жвачку. Это Хаги-ваги. У него ещё светящиеся фонарики в голове. Прикол. А, ну и раскраска стоила 250 рублей. По-моему. Да. 250 рублей я с ней говорил. На всякий случай. Теперь точно пока. Пост-пост-скрипт.